Госсовет Чувашии принял в первом чтении бюджет республики на 2018 год и на период до 2020. Основные споры развернулись вокруг доходов и расходов на предстоящий год. Основные параметры казны на 2018 – доходы 43 миллиарда рублей, расходы практически столько же. Вице-премьер министр финансов Светлана Янилина уточнила, более конкретные цифры появятся, когда станут известны объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В целом расходы распределяются так. Порядка 30 миллиардов рублей предусматривается на социально-культурную сферу. На жилищно-коммунальное хозяйство в 2018-м планируется направить более 900 миллионов рублей. Продолжится реализация мероприятий в рамках проекта президента России Владимира Путина по формированию современной городской среды. На эти цели предусматривается около 280 миллионов рублей. Отдельно Светлана Янилина остановилась на госдолге. Сегодня он сократился до 54% к собственным доходам республики и составил 14,2 миллиарда рублей. Это результат планомерной работы последних семи лет. Впрочем, оценили его не все. Депутат от «Справедливой России» Игорь Маляков усомнился в целесообразности сокращения госдолга. Дескать, все равно в этом году премиальных за достижение наивысших темпов налогового потенциала республике не дали. В Мордовии, которая имеет уровень долга 167%, она получила поощрение, а мы не получили. Как вы вот это объясните? Действительно, сегодня государственный долг у Мордовии – это более 40 миллиардов рублей. Это 176% к собственным доходам. Как я уже говорила на последней сессии, аналогичный вопрос вы задавали. Соответственно, это в последующем повлияло на объем дотации 2017 года. По Мордовии объем дотации на 2017 год уменьшен на 30%. При этом в Чувашской республике объем дотации на текущий год увеличен на 38,7%, то есть на 2 миллиарда 460 миллионов рублей. Кроме того, такой большой долг требует достаточно серьезных расходов на обслуживание. Если сравнивать и Республику Мордовию, то в 2016 году на обслуживание госдолга потратила 2 миллиарда 299 миллионов рублей. То есть 2 миллиарда 299 миллионов рублей потратила на обслуживание государственного долга Республика Мордовия. Если сравнивать расходы и бюджеты Чувашской республики в 2018 году, это равно практически расходам на инвестиционные цели за счет собственных средств. То есть мы ничего не должны были строить в 2016 году, если по такому принципу идти, который вы предлагаете, а все деньги тратить только на обслуживание долга. И для сведения также хочу сказать, что мы в прошлом году на обслуживание своего долга потратили 187 миллионов рублей. Жить одним днем, не просчитывая расходы на перспективу, сегодня по меньшей мере безответственно. Поэтому коллеги по депутатскому корпусу финансовые идеи Игоря Малякова не поддержали. Старейшая в этом созыве парламентарий Елена Бадаева припомнила, что Игорь Юрьевич уже 19 лет выступает против предлагаемых бюджетных проектов и посоветовала ему самому озаботиться наполняемостью казны. Я бы предложил Малякову, в конце до концов, заняться хотя бы, попробовать бизнесом. Почему мы занимаемся? Почему? В прошлом году наше предприятие с моего кулака выплатило бюджет, знаете сколько налогов, в какой сумме? 137 миллионов. Это же надо заработать, это же надо трудиться. Почему вы не идете строить хотя бы маленький цех? Почему не доказываете, что вы способны? И почему не говорите, вот источник, где можно находить дополнительную прибыль для пополнения бюджета республики? Вы же не идете никуда. Обсудили и предполагаемые расходы дорожного фонда Чувашия. На 2018 год они запланированы в сумме 3,6 миллиарда рублей. Около 70% средств будут распределены между районами республики на поддержку местных дорог. При формировании бюджета большое внимание уделялось развитию муниципалитетов. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2018 год более 15 миллиардов рублей. Напомним, документ рассмотрен в первом чтении. Окончательно все параметры республиканской казны предстоит утвердить до 4 декабря. Елена Гальпельна, Александр Петров, Республика.